ну вот это уже второй ролик сегодняшнего числа 20 сентября 2018 года это я иду вон делать лесопосадка я с поезда иду там идет железная дорога здесь я тут зады то есть сзади домов иду там к чья-то коровка пасется одна одиночка он сейчас вот я покажу к тому дому где я жил последнее время когда уже уверовал господа нашего иисуса христа за вещи один дом такой убогий вот делать крыша виднеется дырявая такая вот этот домики есть он сзади смотрится когда я уезжал тут крыша еще более-менее хорошая была ну тут сейчас тетка живет я видимо ни средств ни сил нет восстановить все это потому все такое разрушенное тем более тот домик был как временка то есть там даже фундамента нет столько лет еще стоит кое-какий он новый дом большой появился его раньше не было а на его месте этого большого дома стояла три дома жили у нас тут одни по соседству напротив но к сожалению случился пожар и все сгорело у них очень вор как грецит что-то оставят стены хоть какие-то пожар ничего не оставляет страшное наше дело это у нас здесь вот крайняя остановка нашей деревни здесь автобус разворачивается и уходит в город артемовский рейсовый плюнышек это мне знакомое дерево сейчас очень хорошо поэтому заросшая тут конечно надо трудиться чтоб все восстановить как бы нашу бригаду потерять все бы восстановили вот сейчас от вышел у меня одно событие воспоминается с этой остановкой тем что я когда 2008 году вернулся сюда после потеряевки и меня сатана искушал и не мог никак подготовиться какие исповеди долгое время в один из моментов подготовился и воскресенье надо было ехать на богослужение я бы вышел в ограду смотрю автобус тронулся то есть не успел это было дело зимой а так на себя раздневался что но в то же время потом упал к забору на колени и плакал перед госпором в дальнейшем все-таки господь дал мне исповедоваться причаститься телу крови христовой вот вот этот домик вот так вот выглядит он кое-что конечно поменялось но в основном все таки осталось как оно было вот единственное что крыши стали намного хуже на борт дверь насчет она садит все лету земля конечно не сравнится с потеряевской сразу видно скудное очень что не удобряется не вносится какие микроэлементы полезны сейчас зайдем внутрь сама тетя я и звонил вроде бы уходила в лес посмотрим может дома но собачка собачка вот он такой умница трусливый заготовленная самая дешевая горбыль пеленый вот такая варанда смотрится ну собачка собачка он мне песик не знает даст бог познакомиться да все в разрушенном состоянии находится это вот туалет это выход в огород ну чё ты песик 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 все дыщи до холи господа да 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 Открою дом, чем он для меня значим, как говорится, важен, что здесь у меня было покаяние, возвращение ко кресту, в 2005 году, оказался вредный, сразу открывается, почему-то. Даже не знаю, что сделать, постараюсь открыть видеокамеру и сопоставить, чтобы одной рукой не справиться будет. Так, вот так выглядят все. Отстанки. Тут, конечно, более-менее уютно стало, все-таки женщины жили, и я холостяк жил. Сейчас вот показываю, что здесь 14 градусов тепла. Температура еще более-менее. Осень еще теплая. Все, заходим в дом. Красиво, уютненько, натоплено, тепло. Боже, будь милостив к нам грешным, создавший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нам грешных, помилуй и благослови. Мир дома всему. Была бы хозяйка, она бы ответила с миром. Вот. Вот зеркало. Сразу видно, где тут свет включается. Вот, сейчас включился. Вот. Входная дверь. Так. Пол тут был наклонен. Печка, потому что без мундамента, на полу стояла. По сей день стоит. Большая такая сделана. С выступами. Вот здесь вот, в этой комнате, я и обратился ко Христу. То есть, принес покаяние в своих грехах. Которое было 26 лет мне на тот момент. Вот эти вот половицы. Вот здесь сейчас ковер тут лежит. Печка, опустился на колени и с крестным знамением плакал и молился. Просил Господа прощения. Котя. 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 Киска. 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 Ну, как ты тежим-то? Киса. 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 Вот она какая ласковая. Киска. Киса. вот у нее племянница вне внучка вместе живет сейчас видимо в школе потому на это здесь игрушки различные есть вот даже моя есть фотография это я был когда на крещение 2007 году вот это вот моя тетя со своим мужем владимиром сожалению умер у него была астма отошел без покоения говорится человек волен избирать свой путь это видимо внуки внучки дима лебедкин тоже этот моя сестра который давно уже в живых нету тамара ее зовут посередине которая убила током голыми руками и ноги были сырые полезла к розетке открывшейся и убила током скоро приехал через час а уже поздно то есть вот такие вот бывают моменты вот тут не один кот оказаться вот икона еще второй кот лежит котя 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 вот он котя 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 кошки это значит дома мышей не будет ну какие коготки того торчит какой кубок котя 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 но если кисай кисай кисана не бойся ты не бойся да я хороший ну вот так вот это уже вот и есть икона спасителя нашего иисус христа еще какая-то тоже есть если меняется даже под каким наклоном смотришь на нее цветочки но цветов у нас цветы были но мало потому что мы с дядей жили два холостяка и как это за этим же ухаживать надо вот тут вот тетя живет сразу видно женские руки все в зелени вот так вот все как-то стоит этот домик я же где времянка стоит время первый час сейчас пообедаю как раз кое-что готово она говорила вот рис что-то есть салатик огурцы помидоры вот так вот слава богу за все аллилуйя